Приветствую коллеги, ассалам алейкум, мир дому вашему. Мы начинаем сегодняшний мастер-класс, который посвящен тому, как настроить частный анонимный прокси-сервер с повышенной безопасностью. Этот сервер будет блокировать доступ к всевозможным вредоносным сайтам, а также блокировать всю рекламу. Для тех, кто меня не знает, давайте знакомиться. Меня зовут Константин Герасименко, я сертифицированный инструктор Академии ЦИСКО и Linux Professional Institute, кандидат технических наук по специальности информационной технологии. Ну а здесь я представляю университет CD.com, где мы помогаем студентам начать IT-карьеру, IT-специалистам повысить свою квалификацию, повысить свою экспертность и зарабатывать больше, а компаниям найти высококвалифицированные кадры. Вот как раз сегодня мы занимаемся повышением вашей квалификации. Мастер-класс это новый формат обучения, который основан на практике. Learning by doing. Обучение на практике или практическое обучение. Соответственно я вам буду все показывать, демонстрировать, рассказывать, ну а ваша задача за мной все повторить. Как результат у вас появятся те самые знания, умения и навыки, которые вы сможете продать работодателю. В результате повышится заработная плата, ну и вообще жизнь будет лучше. Итак, традиционно начинаем с теории. Что такое прокси-сервер? Прокси-сервер это такой специализированный сервер, который ставится между клиентом и сервером в интернете, куда вы делаете запросы. Ну вот, например, есть у меня браузер Google Chrome или Firefox. Дальше я выхожу на какой-то сайт, на какой-то куда-то там в интернет захожу, например, в Google, да. И вот этот прокси-сервер он ставится между клиентом и сервером в интернете, сервером назначения в интернете. Как результат с помощью прокси-сервера вы можете сделать анонимность, повысить свою анонимность. Вы можете фильтрировать всевозможный контент, в том числе доступ, например, к вредоносным сайтам. Вы можете блокировать рекламу, вы можете, вот, например, настроить кеширование. Как результат у вас будет выше скорость интернета за счет того, что запросы будут просто кешироваться. Таким образом, прокси-сервер достаточно хорошая штука, которая позволит вообще улучшить вашу безопасность, ну и вообще работу вашей сети. С теорией все. Переходим дальше к практике. Значит, что важно, коллеги, то, что специально для вас мы написали в нашем блоге статью. Вот, соответственно, ссылку на эту статью вы найдете под этим видео, ну или в чате. Соответственно, все, что я буду рассказывать, все есть в виде статьи. И как результат можно просто сделать Ctrl-C, Ctrl-V. И в результате у вас все должно получиться. Дальше, сервер. Значит, что у меня за сервер? Давайте посмотрим. CAT, ETK, LSB, релиз. Значит, это Ubuntu 20.04. Вы можете использовать другую, другой Linux, который вам нравится, но суть это не меняет. Дальше, LS, CPU. Что это такое? Значит, здесь у меня 4 ядра. 4 ядра. Так, free минус M. И здесь у меня 8 гигабайт оперативной памяти. Вот, собственно, такой сервер. И я на нем как раз сделаю прокси. Поехали дальше. Следующий этап, коллеги, это необходимо этот самый сервер обновить с помощью команд apt-update и apt-dist-upgrade. Собственно, я это дело уже обновил для экономии времени. После этого необходимо перегрузить ваш сервер. Я его тоже перегрузил для того, чтобы новое ядро вступило в силу, заработало. Новое ядро Linux. Дальше, следующий этап. Это устанавливаем, собственно, уже сам прокси сервер Squide и еще дополнительно пакет Apache 2 Utils. С помощью этого этот пакет содержит дополнительные программы для веб-аутентификации. То есть у нас будут пользователи, которые будут получать доступ к прокси серверу по логину и паролю. Итак, apt-installs Squide, Apache 2 Utils. Собственно, здесь нажимаем Yes и установка должна выполниться. Должна выполниться. Следующий этап, коллеги, это необходимо настроить этот самый прокси сервер. Значит, по умолчанию все настройки находятся в папке etk.slash.etk.squide. Так, ls-l. Смотрим, здесь у меня есть файл конфигурации squide.conf. Я его возьму и, значит, это файл по умолчанию, я его переименую в squide.conf.default. Вот. Значит, что интересно, если вам интересно вот все посмотреть, какие могут быть опции конфигурации, то вы можете посмотреть в этом файле. Здесь очень детально, прям очень-очень детально все опции расписаны с примерами, с объяснениями всего этого дела. Вот. Прям очень детально. Поэтому, если есть необходимость, то можно это дело почитать и, как результат, в этом деле все разобраться более детально. Итак, я создам собственный файл конфигурации. Вот. Собственный файл конфигурации с нужными мне опциями. Значит, я это дело все вот отсюда возьму и скопирую. И сейчас быстренько пройдемся, как говорится, по всем этим опциям. Я расскажу, что они, собственно, делают и зачем они конкретно нужны. Итак, давайте смотреть. Значит, первая опция это порт. Значит, по умолчанию мой прокси-сервер будет прослушивать порт 3128. Вы можете поменять на другой при необходимости, но я оставлю по умолчанию. Следующий параметр DNS – Servers. И здесь указаны DNS сервера Cisco Umbrella. Собственно, коллеги, мы для фильтрации доступа к вредоносным сайтам, к фишинговым сайтам, к ботнет-сетям, мы, собственно, будем использовать Cisco Umbrella. Как ее настроить, я расскажу чуть позже, чуть дальше. Поехали дальше. Следующая – это настройка аутентификации по логину, по паролю. Для этого мы будем использовать программу Basic NSC Ace Ouse, которая входит в пакет Apache 2 Utils, ну и файл с логинами и паролями ETK Squide Pass VD. Следующий – это список контроля доступа с доступом по IP-адресу. Соответственно, если у ваших пользователей постоянные IP-адреса, то вы можете их в этом файле knownusers.acl прописать, и, соответственно, у них в проксе не будет спрашивать ни логина, ни пароля, будет сразу все впускать. Поехали дальше. Следующий – это списки контроля доступа портов. Ну а дальше мы разрешаем HTTP Access Hello Users – это пользователи, которые по логину и по паролю. И knownusers – это те, которые по IP-адресу. Поехали дальше. Следующее – это мы запрещаем все остальное. Значит, важный момент, чтобы было все запрещено, потому что иначе ваш прокси превратится в открытый прокси и будет, как говорится, проходной двор. Следующие параметры повышают анонимность. Значит, что здесь, по сути, происходит? Мы, по сути, перезаписываем заголовки наших HTTP-запросов. Вернее, мы их блокируем. Всевозможные, ну, например, forward, for, off. Мы не будем указывать IP-адрес того клиента, который находится за прокси. Мы перезаписываем, например, user-agent. Вот мы, вот, x-forward, for тоже не перезаписываем, убираем все это дело. Таким образом, получается, что те сайты, на которые вы заходите, они будут меньше знать о вас информации. Как результат, меньше слежки за вами, меньше всякой рекламы таргетированной и так дальше. То есть жить станет легче. Следующая опция – это настройка дискового кэша. Значит, по умолчанию кэш включен, но я сделал кэш Danny All. Я его полностью выключил. Дело в том, что сейчас сети достаточно быстрые, да, то есть у нас вот интернет там гигабитный, поэтому я не вижу смысла, чтобы этот кэш там чем-то сильно помог. Но если хотите, можете оставить кэш как результат. То есть вот эту опцию нужно закомментировать. Значит, кэш позволяет ускорить интернет где-то на 20-30%. Но это хорошо работает, если ваш интернет действительно медленный. Тогда кэш будет хорошо работать. Дальше. Система журналирования. Логи. Я их тоже выключил. Но опять-таки для повышения нашей, вашей анонимности. Следующий параметр. Рефер паттерн. Рефреш паттерн. Собственно, это я оставил по умолчанию. Из настроек с квайда. Собственно, вот и все такие настройки. Значит, давайте следующий этап. Создадим пустые файлы по svd и non-users. И, собственно, дальше, да, здесь сохраняем все. Сохраняем все. Так, touch. Touch файл создаем по svd раз. Ну и non-user создадим файл. Пустой пока, да. Пустой пока. Вот для того, чтобы можно было запустить мой сквайт. Так, есть. Поехали дальше. Следующий этап. Перезапускаем мой сквайт. Итак, system.ktl.restart.quite. Так, служба перезапустилась. Первый раз это занимает определенное время, ввиду того, что сквайт, собственно, распределяет память для кеширования. Хотя у нас кэш выключенный, но, тем не менее, первый раз это долго. В следующие разы будет быстрее. Значит, если нужно прописать IP-адреса, то вы их прописываете non-users. И, соответственно, вот эти пользователи с такими IP-адресами будут выходить в интернет без логина, без пароля. Это просто будет сразу пускать. Следующий этап, коллеги, это будем использовать программу HTPASWD. Давайте создадим пользователей для выхода в интернет по логину и паролю. Значит, пользователь у меня будет юзер. Ну, а пароль я сейчас генерирую. Так, есть такое дело. Значит, в принципе, все. Значит, дальше нам нужно узнать IP-адрес нашего прокси-сервера и прописать его в браузере. Для этого нужно ввести команду IP-адрес-шоу. И что мы видим? То, что у меня IP-адрес 167.99.143.104. И вот этот IP-адрес я пропишу в настройках своего браузера. Значит, захожу в инструменты настройки, листаю в самый низ, нахожу настройки. Здесь выбираю ручная настройка прокси-сервера. Ввожу сюда IP-адрес и ввожу тот порт, который я настроил в SquideConf. Это у меня 3128. Дальше, листаем в самый низ. Значит, коллеги, вот важный момент. Это пролистать в самый низ. И вы должны убедиться в том, что в самом низу снята галочка включить DNS через HTTPS. То есть, надо, чтобы была снята. Потому что мы все запросы DNS будем отправлять через прокси. Как результат, у нас должно улучшиться. Вот будем фильтровать безопасность, да, улучшится безопасность. Итак, окей, окей. Ну и дальше пытаемся выйти в интернет. 2ip.ru Нажимаем Enter. И, собственно, что мы видим? То, что у меня, пожалуйста, все открылось. 167, 99, 134, 143, 104. Ну и видно США, Нью-Йорк. Таким образом, пожалуйста, у меня все работает. Прокси работает, все здорово. Значит, следующий этап, коллеги, это настройка безопасности. Настройка Cisco Umbrella. Значит, что важно? Для фильтрации вредоносных сайтов, ботнет-сетей, мы будем использовать Cisco Umbrella. Вы скажете, Cisco Umbrella, она же стоит денег. Да, коллеги, Umbrella стоит денег, но есть бесплатные решения в виде OpenDNS. Соответственно, заходим на сайт OpenDNS.com. И, собственно, для домашних пользователей, если вы посмотрите, да, вот для домашних обычных пользователей, здесь, собственно, вот OpenDNS Family Shield, видите, здесь бесплатно для домашнего использования. Поэтому нужно здесь зарегистрироваться и, по сути, вот будем иметь Cisco Umbrella только в бесплатном варианте. Итак, нажимаем на кнопку Войти, дальше, дальше, дальше нужно ввести логин, пароль. Вверху вы должны видеть IP-адрес, собственно, вашего прокси. Вот он у меня, 100, 167, 99, 143, 104. Дальше переходим на вкладочку Settings. И вот здесь вот нужно добавить этот самый IP-адрес в OpenDNS. И здесь нажимаем на кнопку Add This Network. Так. Дальше галочку снимаем у меня, статический IP-адрес. Вводим название моей сети. Мастер-класс. Так, нажимаем Done. И вот, собственно, дальше, если вы нажмете на сам IP-адрес, то вы можете настроить различные параметры фильтрации. Значит, по умолчанию стоит Nothing Blocked. Да, Nothing Blocked. Значит, да, по безопасности. Вот с левой стороны есть кнопочка, есть вкладочка Security. И если вы посмотрите, то по умолчанию стоит блокировка Malware Botnet Protection. Да, то есть, собственно, все эти Botnet, все вот эти вредоносные сайты будут у вас заблокированы уже по умолчанию. Ну и фишинговые сайты тоже, видите, галочка стоит, тоже все заблокировано. Если вы хотите фильтровать некие сайты по их содержимому, то, собственно, здесь переходим в Web Content Filtering. И, собственно, здесь есть различные категории. Ну, например, Low. Здесь будет блокировка по пяти категориям. Вот они, собственно, здесь уже перед вами. Ну и есть Moderate, High и так дальше. Значит, давайте выберем Low. Нажмем Apply. Ну, а потом Custom. И, собственно, посмотрим, какие здесь есть варианты. Да, то есть, вот по этим всем категориям все абсолютно сайты в интернете, собственно, классифицированные. Да, классифицированные. Cisco Umbrella это все классифицировало. И вы можете по этим критериям блокировать сайты. Ну, например, вы хотите заблокировать сайты видеошаринг. Всякие там YouTube, Routube, Vimeo. Какие там еще сайты есть там, да? Вот где там видео можно выкладывать, да? Соответственно, галочку поставили. Все, заблокировалось, да? Дальше. Вы хотите, ваши пользователи играют в всякие онлайн игры. Вы сами не знаете, сколько миллиардов этих онлайн игр существует, но вы хотите их заблокировать. Как заблокировать? Ставим галочку напротив Games. Games, да? И, соответственно, тоже все это дело будет заблокировано. Дальше. Опускаемся вниз и нажимаем на кнопку Apply. Вот, собственно, и вся настройка безопасности. Вот так просто, легко, с помощью буквально одного касания вы можете заблокировать доступ к нужным вам ресурсам. Значит, изменения вступят в силу через 3 минуты. Вот такая вот интересная штука. Поехали дальше. Следующее, коллеги, что нам необходимо настроить, это блокировку рекламы. Блокировку баннеров вот этого гугловской рекламы, AdWords, AdSense или как она там правильно называется, да? То есть всевозможные баннерные сети. Все это дело тоже дальше необходимо заблокировать. Для блокировки всего этого трафика я буду использовать P-Hall. P-Hall, значит, это такая служба DNS, которая будет выполнять фильтрацию по DNS. Значит, что важно, вот поддерживают различные операционные системы, видите, вот они перед вами, да? Ну, то есть нужно прописать в качестве DNS сервера P-Hall и будет блокировка. Соответственно, будут блокироваться полностью защита всей вашей сети, вот реклама. Как результат у вас увеличится производительность, вот, ну и можно будет смотреть статистику, кто куда ходит, на какие сайты. Значит, по нашей личной статистике я вам так скажу, что у нас где-то блокируется порядка 23-30-25-30 процентов трафика. Это реклама, да-да-да, коллеги, вот столько на самом деле рекламы. То есть это можно все отфильтровать и как результат ваш интернет будет намного быстрее. Итак, поехали. Переходим к установке. Значит, что здесь по установке? Нужно запустить скрипт инсталляционный и, собственно, P-Hall у нас установится. Значит, я разверну это дело все вот таким вот образом на весь экран и нужно будет ответить на некие вопросы, вот, чтобы P-Hall установился. Итак, происходит Update Packages. Так, прекрасно. Значит, ну а дальше начинается установка. Здесь написано, что будет выполнена установка Wide Network Add Blocker, да, то есть блокировщика рекламы во всю сеть. Дальше предлагается вам пожертвовать денег. Так, здесь окей. Дальше нужно указать, чтобы на сервере был статический IP-адрес. Я нажимаю, что он у меня даст статический. На каком интерфейсе будет работать моя служба? На ETH 0 здесь я ставлю окей. Дальше, какой будет использоваться DNS провайдер? Коллеги, здесь важно выбрать OpenDNS. Почему? Потому что мы как раз настроили блокировку вредоносных сайтов на OpenDNS. Поэтому здесь выбираем OpenDNS и нажимаем окей. Дальше использовать какие-то все 5 блокер-листы. Да, использовать. Установить веб-интерфейс для Pichol. Да, установить. Значит, в качестве веб-сервера будет использоваться LightHTPD. Окей, хорошо, согласен. Сохранять логи. Ну, а я обычно здесь выбираю No. Но для того, чтобы вам показать статистику, как блокируются какие-то сайты, то давайте здесь поставим On. Поставим On. Но я вам рекомендую сделать Off. Так, окей. Show Everything. Опять-таки для статистики, чтобы показать вам, сколько будет заблокировано рекламы. Ну, а дальше, собственно, происходит установка Pichol. Собственно, здесь это веб-интерфейс. Да, здесь это может занять некоторое время, пока поставится PHP. PHP. Ну, и, собственно, следующий этап, коллеги. Это необходимо будет зайти на веб-интерфейс нашего Pichol. И, собственно, посмотрим, какие там есть варианты настроек, конфигурирования всего этого дела. Так, 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 все ставится, ставится, ставится. Ну, прекрасно, прекрасно. Все поставилось. Значит, переходим, берем IP-адрес, копируем. Открываем еще одну вкладку в браузере. Так, значит, да, здесь выбираем Admin. Значит, пароль по умолчанию сгенерировался. Вот он перед вами. Вот, ну, вы можете его изменить. Изменить, значит, логин. Логин. Сюда вставляем пароль. Нажимаем логин. И, пожалуйста, вот я вошел в систему. Значит, сеттингсы находятся слева. Слева вот здесь вот. Значит, что здесь важного, коллеги? Из важного. То, что на вкладке DNS, вот здесь вот, посмотрите, Potential Dangerous Option. Значит, по умолчанию мы выберем принимать запросы отовсюду. Но, коллеги, важно настроить фаервол для того, чтобы ваш сервер прокси не превратился, ваш DNS пехол не превратился в открытый релей, да, и чтобы нельзя было использовать его, собственно, в качестве инструмента для DOS DDoS Attack. Так, поэтому нажали All, Permit All Origins и нажимаем Save. Ну, я в конце расскажу по фаерволу. Ну, а здесь давайте перейдем на дашборд и посмотрим, собственно, вот пошли уже какие-то запросы. Значит, пехол установлен, работает. Дальше необходимо его подключить к прокси-серверу Squide. Как это сделать? Для этого мы открываем, открываем, собственно, файл конфигурации Squide. Значит, где он тут делал самый файл конфигурации Squide? Так, так, вот он. И в самом верху, там где DNS Servers, нужно прописать 127, значит, вот здесь DNS Name Servers, я прописываю 127.0.0.1. А это я просто закомментирую. Так, есть такое дело, есть такое дело. Ну, а дальше необходимо перезапустить мой Squide. Значит, System.catl.Restart Squide. Так, Squide, Squide перезапустился. Перезапустился. Ну, а дальше можно проверять, блокируется реклама или нет. Ну, давайте зайдем на какие-то сайты, где много рекламы. Ну, например, ukr.net. Значит, заходим, и что мы видим? Заходим, и что мы видим? Что рекламы здесь нету. Посмотрите, никакой, ну, какие-то баннеры есть, но намного меньше рекламы, да? Дальше, я вот припоминаю сайт такой, speedtest.net. Speedtest.net. Там просто реклама немерена была, да? Значит, заходим на speedtest.net, и что мы видим? Хоу, никакой рекламы, коллеги. Посмотрите, красота. Вообще вот здорово, на самом деле, да? Никакой рекламы нету. Дальше, на 2ip.ru, вот здесь вверху, это баннер здесь должен был быть, и внизу тут тоже какая-то реклама. Давайте обновим страницу, посмотрим. Ctrl-R, предупреждение. Так, что-то нас не пускает на 2ip.ru. Давайте еще раз попробуем зайти. Так, не хочет. Давайте принять риск, продолжить. Так, что же не пускает? Не пускает, коллеги, не пускает. Так, что не пускает? Расскажу, что не пускает. Дело в том, что 2ip.ru, они продают бесплатный или платный какой-то доступ к VPN. Поэтому 2ip.ru входит вот в этот вот раздел прокси анонимайз, вот в список сайтов анонимайзеров и прокси всевозможных, да? Поэтому, собственно, это дело все заблокировано у нас, где? В OpenDNS, поэтому и нету доступа к сайту 2ip.ru. Как бы я сильно сюда не хотел войти, да? Вот я вижу, что доступа нету, да? Сайт заблокирован в результате фильтрации. Да, у нас еще была фильтрация чего? Games, да? Games я хотел забанить, да? Давайте я попробую зайти в Steam. Steam, ну, кто знает, какие другие там сайты, можете тоже протестить. Значит, добро пожаловать в Steam. Нажимаем, нажимаем. И что у нас? Заблокировано, коллеги, да? То есть вот таким вот образом получается фильтрация трафика, да? Вот таким образом можно все заблокировать. И, как говорится, спать спокойно. Значит, что важно? То, что вот здесь вот уже должна появиться статистика. Так, где моя статистика? Так, вот статистика. Посмотрите, 21,7% трафика заблокировано. Заблокировано. Значит, здесь есть лог-квери. И можно посмотреть, что, собственно, блокируется, да? Ну, вот что заблокировалось. Видите? Вот, Store, Steam, Blocked, видите, да? Значит, то есть вот оно блокируется. Дальше, SSL, Google Analytics, ком, видите, блокируется, да? То есть вот реклама. Incoming Telemetry Mozilla.org. О, Mozilla даже за мной следит. Вот видите, какая картина. То есть вот, пожалуйста, это я заходил только на один сайт, да? И все у меня заблокировалось уже. 2 IP, вот видите, Blocked. Вот, вот такая картина. Поэтому, коллеги, здорово, на самом деле классно. То, что все это дело блокируется, да? То есть вот, пожалуйста, 21,6% запросов, по сути, блокируется. Следующий этап, что нам осталось, да? Значит, по сути, я уже все установил. Все, что нужно мне, значит, осталось защитить мой сервер с помощью Firewall. Дело в том, что 53-й порт открытый, да? И, собственно, на наш пехол могут ломиться всякие злоумышленники и использовать наш прокси в качестве, в качестве, вот, инструмента атаки по DNS. Поэтому нужно включить Firewall. Итак, я буду использовать UFW, это Firewall по умолчанию в Ubuntu. Значит, поэтому мне нужно разрешить, какие порты? Значит, мне нужно разрешить 22-й SSH, мне нужно разрешить 80-й, это веб-интерфейс к пехолу, и 31-28, все, это к сквайду, все, остальные порты должны быть заблокированы, вот, поэтому, чтобы, чтобы система была защищена. Итак, поехали, UFW, allow, allow22.tcp, так, разрешили, UFW, allow80.tcp, да? Значит, ну и кто там еще остался у меня, UFW, allow3128, тоже tcp. Так, пожалуйста, все сделал, ну и теперь надо включить Firewall. UFW, enable, 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 так, yes, я уверен. Так, включил UFW, статус, вот, пожалуйста, мы видим то, что здесь у меня разрешено. Собственно, вот и вся настройка моего прокси. Значит, еще раз, коллеги, что мы сделали? Первое, мы установили прокси-сервер сквайд, плюс настроили в нем анонимизацию, да, то есть, чтобы заголовки, вот, все, все, что, все, что может меня выдать в интернете, все это дело, видите, поставили DennyAll, и как результат все это дело блокируется. Второе, перед сквайдом, получается, мы установили, кого? P-Hall, с помощью P-Hall мы блокируем всевозможную рекламу. Ну, вот, по статистике, видите, 21,4% блокируется реклама. Дальше, перед P-Hall мы установили OpenTNS, Cisco, Cisco Umbrella, по сути, бесплатная версия, где можно фильтрировать трафик, вот, всевозможные сайты, вот, вот, по таким вот категориям. Плюс, по умолчанию, уже заблокированы ботнет-сети, фишинговые сайты и всякие другие вредоносные сайты. Вот такая вот интересная штука, такой вот полезный прокси-сервер. Значит, коллеги, если у вас что-то не получается или есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, напишите их в комментариях. Дальше, кто тоже настраивал анонимность в сквайде, пожалуйста, может, вы используете еще какие-то дополнительные опции, вот, header access, то, пожалуйста, напишите, что вы используете, как вы повышаете анонимность. Мне тоже будет это интересно прописать, вот, в своем прокси-сервере. Ну, а если вам это видео было полезным, оцените его лайком. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, где мы выкладываем всякий полезный контент. Ну, и вообще, все наши мастер-классы, они делаются по вашим заявкам. Поэтому, может быть, для вас интересна какая-то тема, то, пожалуйста, напишите ее в комментарии, и мы обязательно об этом сделаем мастер-класс. Ну, а если для вас интересна тема Linux, CTA, кибербезопасности, программирования, то приходите к нам на курсы, где вы сможете систематизировать ваши знания, получить международные сертификаты, ну, и мы, самое главное, помогаем с трудоустройством. В этом приглашаю вас на курс Linux 0. 24 доллара, 2 недели, 6 занятий. Ну, и, по сути, вы сможете в Linux делать вот то, что я сегодня вам показывал. Следующий момент, коллеги, кибербезопасность. Специалисты по кибербезопасности сейчас нужны как воздух. На данный момент необходимо кибербезопасников больше, чем всех программистов вместе взятых. Поэтому приглашаю вас на курс введения в кибербезопасность. 24 доллара, 2 недели, 6 занятий, и вы познакомитесь с сферой кибербезопасности. Следующий важный момент, коллеги, то, что необходимо быть специалистом на стыке знаний и технологий. Как результат, вы будете зарабатывать в разы больше. Например, вот Linux у нас, но он же сам по себе бестолковый, он же по сети работает. Понимаете, да? То есть нужно к Linux добавить сети. Приглашаю вас на фундаментальный курс Cisco CCNA, где вы познакомитесь со всевозможными протоколами сетевыми, вот как DNS, например, и научитесь работать с сетями. Дальше. Если к Linux, к сетям добавить программирование, то получается DevOps Engineer. Зарплата 2,5 тысячи долларов без опыта работы. Поэтому приглашаю вас на курс введения в DevOps. 24 доллара. 10 практических занятий, где вы научитесь программировать всевозможные системы. Базово освоите Python, сможете все это дело программировать. Поэтому приходите, и мы будем вам в этом помогать. Ну, а там все. Спасибо вам большое, что были со мной на протяжении этих 30 минут. Мир дому вашему. Асалам алейкум. Берегите себя и своих близких. Несите тяготы друг к другу. Помните, что сила в единстве. На этом все. До свидания. Продолжение следует.